Добрый день, дамы и господа. Я неоднократно вам говорила о непредсказуемости британской политической жизни в данный момент. Ну вот как, например, сегодня просыпаешься утром, все СМИ говорят, что Уолл Джонсон жаждет привести внеочередные выборы, но лейбористы с их лидером Джереми Корбином ему не дают. Приезжаешь на службу, заходишь в здание и первое, что бросается в глаза на многочисленных экранах, Джереми Корбин согласился поддержать идею внеочередных выборов. Означает ли это, что они состоятся? Представьте себе нет, потому что если оппозиция потребует, чтобы в голосовании приняли участие и 16-17-летние, то Джонсон выборы может зарубить. Ну и, видимо, для того, чтобы граждане не думали, что Brexit это и так уже достаточная проблема, на нас сегодня свалился с утра еще одно весьма пренеприятное известие. Нет, не ревизор, как у Гоголя, а энцефалитный клещ. Каким-то образом это насекомое пробралось на Британские острова и теперь уже кусает граждан где-то в Норфлке на востоке Англии и на границе между Девоном и Дорсетом. Это как раз запад. Известие, конечно, скверное, но далеко не все так плохо, потому что шансов быть укушенными у вас не так уж много, тем более если вы будете ходить на прогулки, придерживаясь тропинок и не забираясь в разнотравные луга. Во-вторых, даже если клещ вас и укусит, и если он окажется именно энцефалитным, а не простым, то в подавляющем большинстве случаев вам не грозит ничего более серьезного, нежели симптомы, как при гриппе. Если вы очень боитесь энцефалита, а главное, если вы намерены долго гулять на природе в опасных местах, то можете сделать себе прививку. Правда, за нее придется платить где-то 90 фунтов за одну дозу, а вам может понадобиться три. Врачи, однако, не устают повторять, что риск ничтожно мал. Клещ не бросается на потенциальный источник питания. Увы, это вы и ваша кровь или кровь вашего любимого пса, но сидит в траве, как в засаде, и если рядом с ним пройдет аппетитный кусок голой кожи, он им с удовольствием воспользуется. В России энцефалитный клещ не редкость, и все люди, которые по долгу занятий должны были отправляться в зараженные места, знали, что брыки надо заправлять в носки и все края одежды, в том числе и рукава, стягивать веревочкой. В народе подобная одежда, в особенности куртка, называлась энцефалиткой. И во времена Советского Союза она являлась мечтой всяких дачников и охотников. Военные геологи получали ее по разнарядкам. Британцы пока что находятся в самом начале личного знакомства с энцефалитными клещами. Не исключая, что в какой-то момент, особенно если пресса вцепится в эту тему, да-да, я знаю, как тот самый клещ, народ кинется делать прививки. Как клещ пробрался на Британские острова, нам пока неизвестно, хотя медики говорят, что он вполне мог прилететь на какой-нибудь птице, которые перемещаются без оглядки на границе с паспортами. Но не надо думать, что до появления пришлых клещей британские клещи были совершенно безопасными. Они являются переносчиками, например, болезни лайма. Это инфекционное заболевание, которое выражается целым рядом очень неприятных симптомов и в том случае, если его не начать лечить на ранней стадии, может перерасти в хроническую форму, существенно ограничивая жизнь пораженных ею людей. Виноват в этом случае не клещ как таковой, а то, что он в своем теле несет целый набор бактерий, которые, попадая в укушенного человека, и вызывают болезнь. Два года назад жительницу Глазго укусил клещ. Укусил он ее на озере Лохломанд, кстати, одном из красивейших шотландских мест. Она почему-то совершенно не взволновалась и появившуюся сыпь, которая является одним из основных симптомов, просто замазывала тональным кремом. В результате ей стало так плохо, что практически два года она провела в постели, не имея возможности работать, выйти на улицу, ну и в целом делать хоть что-то, что называется нормальной жизнью. Врачам, правда, удалось вернуть ее здоровье, но, как сказала она сама, у нее украли два лучших года жизни. Таким образом, и свои домашние клещи тоже потенциально несут массу неприятностей. Медики давно повторяют, что в том случае, если вас укусил клещ, постарайтесь его вытащить особым пинцетом, продезинфицируйте ранку или хотя бы промойте водой с мылом и идите к врачу. Кстати, специальный пинцет совсем не обязателен. Ну, моя собака, например, постоянно подхватывает этих неприятных пассажиров в местном парке. Так вот, щипчики для выдергивания бровей подходят идеально. Это все на сегодня. Не забывайте о нашем сайте bbc-russian.com. Здесь мы также публикуем ежедневную сводку теленовостей. И все-все-все про Брексит. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok